Мы, короче, мы в середине затерянного мира какого-то, ищем самолетик наш. Мы просто сели в лес, пустим бак, и все. И все мы не проебли. Здесь круто на маленьком полетать бы было. На самом деле это отработка спасательной операции. Дмитрий просто никогда не участвовал в спасательной операции. А я много раз. А тут комары, короче. Тут комары и затерянный мир. Алло. Мы потеряли самолет, и теперь его пытаемся найти. Просто в джунглях Цайгона практически. Листья я видел, да, вот он зацепился и провалился. Он зацепился, зато, видимо, вверху что. Только как мы его снимем, блядь, оттуда, скажи мне. Колян. Подожди. Где он, блядь? Да вот. Блин, так лицо. Вот хуй бы мы его без карнат нашли. Так. Короче, спасательная операция продолжается. У нас с собой был коптер и альпинистские веревки. Сейчас попробуем. Ну, значит, в пятницу самолет мы безуспешно пытались снять. Провели там в лесу хрен знает сколько времени. Самолет не сняли, засадили еще туда коптер. Пытались забросить туда веревку. А, нет, мы пытались снять коптер сначала, потому что веревки у нас с собой не было. В общем, проскакали до вечера, ни хера у нас не получилось. Вот теперь идем до второго сцена. Ну вот, вторая серия спасательной операции. Противообледенительная обработка. Живая. Так, спасательного оборудования у нас есть. И еще один софт. Поисково-спасательный комплект номер один. Лук. Не тот, который чеснок, а тот, который лук. Веревочки. Лесочку мы купили. Лесочка, ножичек. Я же правильно собираю. Эльфы, блядь. Пойдем охотиться. Охотники. Какой-то жуча. Да? Ну, будем сейчас добывать. Как первобытные люди добывали дроны, так и мы будем добывать. Первая попытка с луком не увенчалась успехом. Еще одного дроны. Альпинистские женька-навыки. Коптер, который перебросил тонкую веревочку через ветку. Даю-ка себе знать. Пальспаст. Все по-взрослому. Ветка хер ломается, короче. Но коптер мы скинули. Вот оно, наконец-таки. И, в принципе, кроме пропеллера... Горелые моторы, наверное? Да нет, вроде. Здесь Сансон выжил. Но теперь у нас веревка на дереве. Мы ее очень мощно зацепили там. Теперь нам надо ломать ветку, чтобы снять веревку. Короче, доставая коптер, мы сделали из дерева лук. Натянули его, сейчас будем отпускать. Коптер достали, самолет все еще на дереве. Сейчас, возможно, достанем самолет из того дерева. Он, вроде, работает. Готов? Надели вас, смотрите, или на карабин? Готов? Готов. Тебе вниз натянут? Может, ногой сверху наступить? На что, блядь? На карабин. А вот она, удача. Два коптера у нас на земле. И наш чудный самолет. И практически... Это я его пропами поебашил. И при падении сломали чуть-чуть консольку. И все. Ну что? Проб даже целый. Коленька, это я его поебашил пропами. Ну, вот это вот он, конечно, сам поебашил. Ну, это мы все почимаем. Та-дам. Пипец. Пойдем отсюда. Там детство. Ну, что? Это история очередного спасения из-за вякородского. Проебались. Смотри на боль. Тут вокруг еще стреляют. Есть маза, что в нас еще и кто-нибудь стреляет. И все. А почему? А почему? Потому что он тогда сбился вообще. О, он еще и вообще раздулся. История невероятных спасений. С вами Коля и Коля. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok